Маша, госпожа председатель, благодарим спецпредставителя генсекретаря Бинту Кейту за её доклад. С глубокой озабоченностью восприняли информацию о паропавшем сегодня вертолёте Монз-ДРК. Поддерживаем деятельность миротворцев в стране. С беспокойством отмечаем обострение проблем в области безопасности в восточных и северо-восточных районах Дэр-Конга. В частности, в провинциях Итурии, Северная Киву, где с мая 2021 года действует режим чрезвычайного положения, а с ноября этого же года проводится совместная военная операция армейских подразделений Дэр-Конга и Уганды. Приветствуем усилия властей по борьбе с боевиками, но вынуждены констатировать, что конголесским вооруженным силам вместе с их региональными партнерами и миротворцами МООН с Дэр-К пока не удается качественно снизить потенциал многочисленных НВФ. Отмечаем активизацию ряда вооруженных группировок, прежде всего объединенных демократических сил. С беспокойством фиксировали в последнее время наращивание активности Кодеку. 1 февраля в результате нападения боевиков ФТНВФ в Итуре погибли более 50 человек, в том числе женщины и дети. Россия поддержала принятие заявления Совета безопасности для прессы 4 февраля с осуждением этого злодеяния. За первые несколько месяцев этого года атаки на гражданских лиц повторялись неоднократно. Особую озабоченность вызывают нападения на лагеря ВПЛ и использование вооруженными группировками самодельных взрывных устройств. Считаем, что для успешной борьбы с боевиками необходимо дальнейшее наращивание координации миротворцев и конголезских сил безопасности, содействие укреплению потенциала последних. Приветствуем создание в октябре 2021 года Центра координации операций МООНСДРК и конголезской армии, а также налаживание взаимодействия в трехстороннем формате с участием угандийских военных. Поддерживаем усиление бригады оперативного вмешательства миссий. Полагаем важным при реализации подписанного 15 сентября 2021 года властями ДРК и руководством МООНСДРК совместного переходного плана поэтапного сокращения численности миссий и ее вывода из страны до 2024 года. При этом важно учитывать эволюцию ситуации на Земле, действовать поэтапно и ответственно. Острой остается проблема незаконной эксплуатации боевиками природных ресурсов, которые используются ими для финансирования своей деятельности и укрепления боевого потенциала. Надеемся, что правительство ДРК совместно с миротворцами ООН и международными партнерами удастся восстановить контроль над ситуацией в области безопасности и добиться нормализации обстановки. Важно также реализовать меры невоенного характера, укрепить местные госинституты, оздоровить гуманитарное положение, обеспечить условия для устойчивого социально-экономического развития. Приоритетом для продвижения вперед в деле долгосрочного урегулирования и примирения в ДРК остается осуществление при содействии «Голубых касок» программы разоружения, демобилизации и социальной реинтеграции бывших комбатантов. Центральным событием политической жизни ДРК в ближайшей перспективе станут президентские выборы. Важно провести их в установленной Конституции сроки, обеспечив при этом инклюзивность и соблюдение международных стандартов голосования. Приветствуем усилия властей по подготовке к организации голосования. Положительно оцениваем настрой стран-соседей ДРК на развитие практического взаимодействия в целях стабилизации в РВО. Отмечаем динамику двустороннего диалога регионалов прежде всего в том, что касается вопросов обеспечения безопасности, укрепления национальных границ и борьбы с нелегальным трафиком ЛСО. Приветствуем усилия лидеров государств региона, сообщества развития Юга-Африки и Международной конференции ПРВО. Считаем важным проведение в феврале этого года очередной встречи глав государств и правительств механизма реализации Одесс-Абебского соглашения о мире и сотрудничестве в ДРК и РВО. Я благодарю за внимание.